Мурат Шевгинов, герой братской Абхазии. Он, забыв про себя и личное благополучие, в 1992 году в числе первых откликнулся на чужую боль, а точнее на призыв помочь братскому народу Абхазии, подвергнувшейся агрессии со стороны Грузии. Мурату Шевгинову геройски, погибшему во время Отечественной войны, народа Абхазии, 19 июля исполнилось бы 60 лет. В этот день почтить память, поделиться теплыми воспоминаниями о нем в средней школе номер 2 Аулака Шехабль, где учился герой и носит его имя, собрались друзья, сослуживцы, родные, также представители Республики Абхазия. На мероприятии также присутствовали глава Рейона Заур Хамирзов, глава поселения Хазрит Борса, начальник управления образованием Касси Киргашев и многие другие. До начала мероприятия гости возложили цветы возле мемориала героя. Далее началась официальная часть мероприятия. Дорогие наши гости, мы рады вас сегодня встречать в школе, родной, в которой учился Мурат Шевгинов. У нас сегодня спортивные мероприятия, которые параллельно проходят. Погода немножко подкорректировала наши мероприятия, но они проходят в малом здании. У нас проходят на площадке, вы потом увидите наших ребят, которые играют в спортивные игры. Ну и наше главное мероприятие – это наш круглый стол. 60 – это маленький слой, но в истории круглая дата. Вся Абхазия помнит урок, и адыгского помнит солдата. Мурат Шевгинов, наш землян, ученик Кашихавойской школы номер 2, славный сын адыгского народа. Герой войны, так его называют Абхазы. В этом году Мурату Шевгинову, геройски погибшему, защищая Братскую Абхазию, исполнилось бы 60 лет. В одном строю с людьми разных национальностей, адыгами и чеченцами, русскими и абхазами, казаками и армянами, он плечом к плечу встал на защиту жертв агрессии. Последний бой Мурат Шевгинов принял в районе Сухумского железнодорожного вокзала 26 августа 1992 года. При первой попытке освободить город. Так яркой звездой вспыхнула и погасла жизнь Мурата Шевгинова. Со смерти человека умирает все, что в нем было, но любовь к родине бессмертна. И человек, имеющий горячую любовь к родине, тоже бессмертен. Мурата Шевгинов Маква Асляни Хабах Устани. Чтоб люди все дружили, Луку помощи всегда и всем давали, С открытой душой и благородством жили, Чем могли друг другу помогали. Чтоб справедливость зло сразила, Исчезла подлость навсегда, Честность и ложесть победила, А искренность не умирала никогда. Чтоб гордость уметтвила спесь, Откровенность жила во всех сердцах, Правживость не вспоминали впредь, И любви чтоб не было конца. Моя мечта, чтоб люди все любили, И землю, и работу, и людей, И чтоб всегда они гордились За выращенных своих детей. Все мы хотели выжить в мире Свободным от войны и насилия. Об этом, наверное, мечтает все человечество. Но, к сожалению, в мире много военных опасностей. Поэтому наряду с бедными тружениками Нужны воины для защиты Отечества. Мы понимаем, что Мурат Восемь не исполнял свой гражданский долг, А отдал жизнь за свободу братской Абхазии. Я от всего молодого поколения Обещаю помнить и чтить память Об этом выдающемся человеке. Я от всего молодого поколения Мурат Не для кого не секрет, что для каждого из нас Нет на свете ближе человека, чем мама, сестра, брат. Брату и сыну Мурата была предоставлена возможность Вспомнить краткие моменты из его жизни. Как подобать старшему брату, всегда опекал младших нас. Это сестра Нафиса, еще есть сестра Зара, но она не присутствует здесь по объективным причинам. Это был хороший брат, хороший человек, патриот своей родины. Он высоко чтил традиции нашей семьи, заботился о Абхазе, пока тот был жив, о матери. И это он делал до самого последнего своего дня. И был отличным другом. Добрый день. Хотелось бы всех поприветствовать, поблагодарить за инициирование такого мероприятия. Для нас, для родственников, это очень приятно. Мне хотелось бы присоединиться ко всем словам добрым, главное, с моего отца. И от себя лично хотелось бы еще раз сказать, что действительно тот поступок, в то время, когда мы все живем в нормальных, мирных условиях, у всех размеренный образ жизни, я, как уже более-менее осознан в возрасте находящийся человек, понимает, что подобный родный шаг может не каждый человек совершить. Потому что это нарушение, так скажем, мирных условий жизни. И человек просто-напросто решился на достаточно серьезный и ответственный шаг. Поэтому, конечно же, хотелось бы сказать, что для нас, для молодежи, это большой пример. И пожелать всем, мирного нету над головой, что подобного рода шаги в будущем как можно реже любой из нас предпринимал. Спасибо. Также с особой теплотой на душе вспомнили герои и друзья. Сегодняшнее мероприятие очень много значит для нас, друзей Мурата, которые с ним делили кусочек хлеба и щепотку соли много лет. И помогали это делать не только в те годы, когда мы жили в студенческом общежитии, когда работали и до самого последнего дня его ухода в Абхазию. Нам очень приятно, когда о нем говорят хорошие слова, потому что он не заслужен на самом деле для человека. Когда человек рождается за свет, ему судьбу предочертано. Кому-то совершить подлость, кому-то совершить подвиг, кому-то прожить свою жизнь незаметно и умереть так же тихо. Вот Мурат, к тем людям, которые убежал, которые должны совершить подвиг. Он его совершил. Совершил своей жизнью, своими действиями во всех направлениях жизни. Он был прекрасным сыном, прекрасным отцом, прекрасным другом. То есть это человек, на которого можно было положиться в любую минуту, в любое время суток. Он никогда не спрашивал, зачем он нужен. Нужно было сказать, что ты Мурат нужен. Это было достаточно. Нам его сегодня очень не хватает, но вместе с тем не бывает дня, когда бы мы встретились и не вспомнили о нем. Поэтому я хочу, чтобы дети, которые учатся в этой школе, носящие его имя, были похожи хоть чуточку на него. А сегодняшнее мероприятие как раз призвано сделать это. На самом деле человек может своими действиями нанести вред или принести пользу. Он всегда стремился принести пользу. Всем, причем не только своим близким родам. Незнакомому человеку. Если человек проходил мимо, и кто-то пытался его обидеть, он обязательно должен был встать на его защиту, закрыть его своей люди. Что и произошло с Абхазией. Он не был физически сильно выдающимся человеком, если я имею в виду физические данные. Но у него была очень широкая мужская душа. А если у мужчины есть душа, то тело уже вторично. Оно подчиняется его чувствам и тем душевным порывам, которые испытывает человек. Вот он поступил именно так, как ему подсказывала душа в тот момент. Были люди покрепче физически, чем он, подготовлены для участия в боевых действиях. И не попали в Абхазию. А он туда пришел. Не будучи готовым и к физическому, и к военному отношению. Потому что он посчитал своим долгом прикрыть своей грудью, своим телом, близких своих. А он так и мечтал от Абхазов. Поэтому, дай Бог, у многих лет памяти, пока мы живы, мы всегда будем больным помнить. И помнить по-доброму, таким, каким он был на самом деле. Многие, живя десятилетия, не могут воспитать своих детей в этой достойности. Присутствуя при этом физически рядом с ними. Мурат уже 24 года живет с нами физически. Хотя в духовном он всегда присутствует. Но дети, трое сегодня об этом говорили, воспитаны прекрасно. Образованы. И не будучи рядом с нами, он воспитывает их. Своими поступками, которые он совершил при жизни. Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить главу администрации, директора школы, вестами, педагогическими, за то, что они делают. По сохранению памяти, умножению памяти, развитию чувства патриотизма в детях, которые обучаются в этой школе, да и вообще во всем районе. Чтобы вам сопутствовало удача и успех дальше. Спасибо. Спасибо. Добросовестный. Настоящий адык, про него можно сказать. Вот удача выдача вычитал. Ну, кто знал, что вот когда мы там гоняли мяч, кто знал, что он станет героем. Но вот в трудную минуту, когда наши братья-абхазы попали вот в такую трудную ситуацию, боролись о своей независимости, он отозвался. Он не мог по-другому. Он первым из тех, кто поехал туда, первым выехал через тропы, через горы, вместе со своими друзьями, Адамом Хводе, Акуз, ну и другие товарищи, которые с ним были, мы всех знаем, все тогда как бы одногодки были, общались. Он вместе с ними поехал. Мы с волнением наблюдали, узнавали все новости, которые поступают с Абхазии и узнали такую скорбную весть, что он одним из первых погиб там. Мы будем еще, я уверен, что мы еще долго будем его помнить. Подрастающее поколение будет воспитываться. Примером. Будет его ставить пример и говорить, вот они настоящие герои. Он действительно заслуживает этого. Было время, когда хотелось вместе в них оказаться, но судьба по-другому распорядилась, поэтому пока мы их помним, они живы. Они живы вечно. Далее слово предоставили главе района Зауру Хамирзаву. Я сначала хотел бы поблагодарить наших братьевших, за руку Абхазия, которые нашли возможность приехать сегодня сюда, на наше мероприятие. Наверное, помощь ближнему, это семейная черта, Шаргенова, потому что вот когда два года назад в Сирии началась война, где адыги, которые проживали в Сирии, они вернулись, вынуждены были разъехаться по всему миру, и некоторая часть приехала сюда, под гею. Вот семья Шаргенова предоставила свой дом, который здесь, в Кашхабе, абсолютно бескорыстно, многодетной семье. Мурат кто он? Он доброволец, человек, который в силу своих убеждений идейных пошел защищать свободу. Он, я считаю, защищал свободу не только в Радской Абхазии, он защищал свободу всех народов Северного Абхаза, потому что моё глубокое убеждение, что вот эта Абхазо-Грузинская война осудила очень много горячих голов и не привела к большей крови, которая могла быть. 90-е годы были очень неспокойные, мы все об этом прекрасно знаем. Вот личный пример, который показывали добровольцы, которые воевали в Абхазии, это и адыги, и чеченцы, и там практически со всех республик Северного Абхаза были. Вот личный пример до сих пор присутствует. Кашкабрская школа номер 2, одна из старейших в Кашкабрском районе и одна из самых худших. Она носит его имя. Вот этот воспитательный дух, который присутствует в этой школе, он всегда, я думаю, будет. Вот этот кабинет, музей, который носит его имя. Единственное, что он сейчас может для нас сделать, это память, которая сохранилась, о нем и является примером для нашего подрастающего поколения. Вот это мероприятие, которое мы сегодня все вместе проводим, именно носит воспитательный характер. Память, вот что постоянно. Придет время, придет время, да, мы все не вечны, но память для подрастающего поколения, она должна остаться. И его имя, его поступок, он должен быть примером для подрастающего поколения. Поэтому еще раз я хотел бы выразить большое спасибо семье, в первую очередь, Мураде, нашим братьям, скультам, Абхазии, всем тем, кто присутствует на сегодняшнем мероприятии. Спасибо. Со словами благодарности в память о герое выразились и гости из Абхазии. Мне хотелось бы сказать, что я лично не был знаком с Муратом Харбиновым, потому что когда он погибал за нас, молодежь, за будущее, мы были тогда совсем маленькими, не было больше лет. Но сегодня я живу на улице Шарбиновым, Муратом. У нас есть в городе герой Творчал, улица. И мне всегда было интересно, где жил Мурат Шарбиновым, кто он, откуда он приехал. Я знал, что он доброволец, поевал за свободу и независимость братского народа. Но мне было это интересно, и когда представилась возможность приехать сюда, я с большим удовольствием приехал. Мне приятно, что его имя и здесь и забыто, и что все это в таких масштабах делается. Я считаю, что поступок таких людей, как Мурат Шарбинов и остальных доброволец, это пример мужества, это пример братства, которое мы должны, молодое поколение, взять пример и внести это дальше и нажать. Что хотелось сказать еще. Город Кварчал, город Кварчал, Кашхабинский район был в городами и некоторое время назад мы контакты потеряли и хотелось бы, конечно, возобновить все эти контакты, мы должны ездить друг к другу, общаться друг с другом. Это то, за что воевали и боролись наши старшие, и мы думаем, что вместе мы сможем продолжить общаться. Да, очень приятно это от вас услышать. Уважаемые, я благодарен судьбе за то, что у меня есть шанс выступить здесь и поздравить всех вас со столь важным событием, как для Абхазии. А в этой школе еще больше будет и чаще звучать имя Шевгена Мурата. Это имя человека, который ценой своей жизни подарил всем нам мирное небо над головой. 23 года назад Мурат Шевгенов вместе с тысячами таких же, как он, добровольцев защитил не только Абхазию, но и Абхазию, и Кабарду, и весь юг Российской Федерации. Дух братства и единства сынов Кавказа подарил нам Абхазам 30 сентября 1993 года победу, но нам еще предстоят уже мирные победы. Мы сообща должны побеждать в построении мирной жизни, и в этом плане очень важно образование. Классиками давно было сказано, что знание это сила. Прилаю школьникам Гашхабрской школы, так же, как когда-то героически не жалея себя воевал Мурат Шевгенов, учиться и достигать больших успехов в деле самообразования. Два года назад в Абхазии был издан сборник рассказов о войне. Это вот для вашей школы. И от ветеранской организации АРУА мы думали может подарить проект в музыкальный центр или компьютер, но здесь 50 тысяч подарок от нас. Спасибо. Спасибо вам. Прежде всего поблагодарить родителей Мурата Шевгена за его воспитание, его род поблагодарить за то, что у нас есть такие адыги и надеюсь в дальнейшем еще больше появятся на его примере молодежи, которые будут непосредственно быть полезны максимально для своего народа. всего наилучшего желаю всем тем, кто здесь будет учиться и здоровья и долгих лет жизни и память о нем, чтобы сохранилась на века. Параллельно с этим в малом зале проходил турнир по настольному теннису в память Мурата Шевгенова. Победители и призеры были награждены грамотами и подарками. Имена героев павших в живых всегда согревают наши сердца, а не наша гордость олицетворения национальной